Сегодняшняя тема. По действующему с 2010 года федеральному закону размеры оптовых и розничных торговых надбавок определяют региональные власти. Причем за базовую принимается отпускная цена производителя, импортера, включенная в специальный реестр, а надбавки не суммируются. Такая система ценообразования должна исключить злоупотребление на рынке лекарств, признанных жизненно важными. В Петербурге, как и в других регионах, введена регрессивная шкала торговых надбавок. При базовой цене упаковки таблеток, ампул, порошка или ПР до 50 рублей розничная наценка не должна превышать 28%. Если стоимость товара составляет от 50 до 500 рублей, аптека вправе увеличить цену относительной базовой на 22%, а для дорогих лекарств – от 500 рублей на 18%. Схожие условия работы на рынке определены и в Ленинградской области. А вот в Москве для таблеток и иных лекарств нижней ценовой категории – до 50 рублей, определена торговая наценка в 32%. Самые высокие надбавки – в северных и иных труднодоступных регионах. Так, в Карелии они составляют до 55, а в Мурманской области – до 60%. В то же время специальная оптовая наценка для препаратов, содержащих наркотические и психотропные вещества, в Петербурге составляет 50%. Такие лекарства отпускаются только уполномоченными сотрудниками аптек, имеющих специальные лицензии, и только по рецепту. Всего в перечень ЖНВЛС входит более 500 позиций. Завышение установленных для них торговых надбавок карается жесткими административными санкциями. Так, 30 сентября Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области наложил штраф в 40 тысяч рублей на ООО «Пульс», оптовый поставщик лекарственных средств, за нарушение, в том числе и порядка ценообразования. Кроме того, Министерством здравоохранения и социального развития РФ определен минимальный ассортимент список лекарств и товаров медицинского назначения, которые гарантированно должны продаваться в аптеках, почти 60 наименований, и аптечных пунктах или киосках, 27 позиций. Неисполнение этих требований также является нарушением. Например, отсутствие на момент проверки, проведенной прокуратурой Петродворцового района Петербурга, нескольких таких препаратов, обошлось аптеке «Бинко», в 40 тысяч рублей, такой штраф на нее наложил арбитражный суд. Павел Нетубский Ставь лайк и подписывайся на наш канал.